Да, Сергей, коллеги, добрый день. Слышно ли меня? Да, отлично. Ну, во-первых, хотелось бы сказать спасибо за приглашение столь интересным, на самом деле, обсуждению. И это не просто, да, там, дань уважения сейчас инициаторам этого, этой встречи. Это действительно, ну, я считаю, хорошая практика для регионов задумываться о том, насколько эффективно создается и работает уже созданная инфраструктура поддержки бизнеса и что надо сделать для того, чтобы она работала более эффективно. И на самом деле, да, там, ответить на вопрос о инфраструктуре или на самом деле проблема, и эту ли проблему надо в целом решать. Я, если честно, был, ну, не то что удивлен, но радостно удивлен, узнав, что такая работа в Татарстане ведется. Хотя при этом я нисколько не удивлен, что эта работа запущена именно в Татарстане. Да, я всегда был, наверное, одним из тех проводников, кто рассказывал про программу Татарстана по созданию муниципальных промышленных площадок. Мне кажется, действительно, в каждом регионе, который имеет амбиции по привлечению инвестиций, по взращиванию бизнеса, должен иметь многоуровневую инфраструктуру промышленной, куда там это и особые экономические зоны для привлечения крупных иностранных инвесторов. Это индустриальные парки для работы с малым и средним, скорее всего, федеральным и региональным бизнесом. И небольшие площадки, работающие на муниципальном уровне, для предоставления инфраструктуры микро- и малому бизнесу. Это, наверное, та система, которая была выстроена полноценно только на республике Татарстана. С одной стороны, это преимущество, с другой стороны, это на самом деле система, которая имеет ряд минусов. И вот, коллеги, да, там, уставовка, что же об этом сказал уже, те площадки, которые в большом количестве в республике были созданы, далеко не все работают на том уровне эффективности, на котором хотелось. И в том числе, наверное, не достигается главная задача зачастую, которая ставится перед индустриальными парками, перед промышленными зонами. Это, собственно, наличие и работа резидентов. В этих индустриальных парках. Ну, потому что можно сколько угодно создавать десятки, сотни индустриальных парков, но если они стоят пустые, то они никому не нужны. Индустриальные парки, в первую очередь, мы всегда об этом говорим, создаются для резидентов. Создаются для того, чтобы на парках появлялись новые промышленные предприятия. Это Рустам Равкатович задался вопросом, да, почему, собственно, нет резидентов. И те ответы, которые были озвучены, частью из них я могу согласиться, частью я считаю на самом деле не ответами, а скорее всего, ну, таки, может быть, немножко вводящими в заблуждение предположения. Могу согласиться абсолютно точно, что для сегодняшнего дня для многих инсидентов, для многих компаний очень важно иметь предложение по аренде площадей, по аренде готовых площадей. Это супер востребовано именно вот в сегменте малого бизнеса, там, где компании реально не обладают просто-напросто свободным капиталом, свободной наличностью для того, чтобы реализовать собственные проекты, да, чтобы построить. И зачастую реально очень тяжело привлечь банковское финансирование. Банки готовых, так как средний, крупный бизнес, но вот с малым, мы все это видим, работа довольно тяжело идет. Это на самом деле следствие, на самом деле не качество инфраструктуры, индустриальных парк, да, это следствие на самом деле качественного состояния нашего промышленного малого бизнеса, который сегодня не в состоянии, зачастую реализовывать те проекты, которые позволят ему выйти на следующий этап развития, на существенное вырасти. Но я также вижу, в том числе причиной того, что парки стоят пустые, в том, что зачастую парки строятся там, где они не нужны. И я бы рекомендовал, наверное, задумываться и более, больше выделять внимание на этапе планирования. Если мы понимаем, что у нас будут сложности в том, чтобы привлечь на эту площадку достаточное количество резидентов, может иметь смысл посмотреть, подумать о том, чтобы разместить ее где-то в другом месте. К сожалению, это проблема, которая в этом, это болячка, которая была известна у всех, без исключения региона. Особенно это касается, естественно, парков с государственными и с муниципальными участниками, потому что, конечно, участник 10 раз подумает перед тем, как вложиться на площадку. Вторая причина, на самом деле, которая тоже является ключевым фактором отсутствия инцидента, это на самом деле плохая, если маркетинговая работа, слабая работа по продвижению своих парков. Зачастую про действующие парки целевая аудитория не знает. Мы прекрасно научились строить промышленные площадки, инфраструктуры с бюджетными средствами, мы даже научились привлекать кредиты, и дальше мы очень хорошо умеем высшестоящему руководству показывать, как динамично вызываются наши площадки, что индустриальный парк есть. Но мы зачастую очень плохо доносим информацию в себе в той среде, где находятся наши потенциальные клиенты. И это, наверное, действительно то, на что стоит также обратить внимание. Я отметил для себя, что одну из функций дирекции, которая предложена к созданию, это как раз маркетинговая работа. И вот если сравнивать с другими полномочиями, которыми будет дирекция выделена, я бы, наверное, преподавал бы уделить этому вопросу наибольшее внимание и, возможно, в этом возложить на будущую лекцию, если она будет создана, и когда она будет создана, функцию такого вот, может быть, даже маркетингового агентства для управляющих компаний индустриального парка, для того ассистента, который будет помогать, привлекать инвесторов. Хотя, в принципе, есть и маркетинговый агентство для развития региона, которое тоже большое работа ведет в речении инвесторов в регион. Ну и, соответственно, я на сегодняшний день, наверное, не готов сказать, голосую ли я за или против создания такого статуса в регионе как организованная промышленная зона. Я предлагаю еще раз ответить на несколько вопросов, которые, может быть, позволят нам всем сформировать наше мнение относительно этого. Ну то есть, как мне кажется, из действующей концепции не до конца понятно, что есть организованная промышленная зона. То ли это статус, то ли это некий новый вид площадок, то есть это новый индустриальный парк или новый промышленный площадок. То есть, мне кажется, вот это надо более подробно разъяснить. Как это затронет действующие, уже существующие индустриальные парки? Будет ли этот статус обязательным для всех, для проходивных аккредитаций, их сертификаций соответствует этому статусу? Будет ли какой-то существенный перекос в пользу парка КПЗ по отношению к другим паркам, которые есть? Значит ли это, что все, вновь создаваемые, допустим, муниципальные или государственные парки должны будут развиваться в статусе особой промышленной зоны? Я услышал, что дирекция не подменяет собой управляющую компанию, но вот в данном случае, наверное, надо представить более четкий план по разделению полномочий между управляющей компанией и дирекцией, возможно, КПЗ. В принципе, на самом деле, подумать, должно ли это быть отдельное какое-то юрлицо, либо это на самом деле не дирекция, а некий проектный офис в составе Министерства экономического развития Республики Татарстан, либо это проектный офис в структуре кабинета министра, я не очень склонен быть оптимистом в отношении того, что вновь создана структура, которая объединит разрозненные площадки, существенно способна повысить эффективность управления этими площадками. А вот какой-то координатор, если это будет структура координирующая, и даже не координирующая, а помогающая, то вот это может быть действительно тем решением, которое позволит повысить эффективность работы промышленных площадок в регионе. Но еще раз обращу внимание, давайте более качественно планировать работу и быть более активными в части продвижения тех возможностей, которые уже есть, и продвигать, более активно маркетировать конкретные площадки. И отдельно последний пункт, который хотелось бы отметить, было сказано, что ОПЗ – это статус, в котором резиденты смогут превышать определенные налоговые ремонты, преимущества, т.е. не автоматические. И тут тоже надо ответить на вопрос, как это предложение соотносится с планами федерального правительства, в частности Минфина, по постепенному отказу от различного рода автоматических налоговых преференций. Мы все видим и слышим постоянно, что Минфин часто говорит о том, что региональные налоговые ремонты должны быть как-то более строго рекоментированы в законодательстве. Вот об этом тоже я предложил подумать. Спасибо, Максим Константинович. Ну, некоторые вещи, естественно, как бы, есть что пообсуждать, есть над чем подумать. Под чем я точно подпишусь, это то, что и муниципальным служащим, и тем, кто будет выполнять функции управляющей компании или дирекции, как ее назвать, надо научиться, самое главное – работать с малым, микро, средним бизнесом. Потому что с крупным бизнесом поработать всем почетно, достойно и интересно. С малым бизнесом, к сожалению, через вот это крупное сито малый бизнес до последнего времени проваливается. Потому что выхлоп меньше, затраты на обслуживание те же. А посыл по более качественному планированию, безусловно, принимается. Единственное, что здесь, по-моему, пока не по нацели какого-то рецепта, как озвученный спрос на вакантной площади или земельной участке, потом соотносится с платежеспособным спросом. Потому что коллеги, которые сидят в зале, занимаются муниципальной работой, пропустили через себя не один проект, который заявлял потенцию на размещение в парке, а потом по ряде форс-мажорных, объективных, субъективных обстоятельств оказался неспособным профинансировать свои хотелки. И ладно, если он просто изменил профиль своего размещения от стройки к аренде. А бывает так же он просто отказался от реализации своего проекта. И не открою никакого секрета, 2020 год вообще заморозил и приостановил реализацию многих эмоциональных проектов. И вот с этой непростой задачей, в этой непростой ситуации тоже придется поработать. Итак, я думаю, благословляющих речей и отдых более чем достаточно. Надо переходить непосредственно к самой работе. Работу Министерства экономики предлагают построить следующим образом. У вас у всех на местах лежат списки с повесткой. Вот, по крайней мере.